Приветствую вас, а если смотреть на ваш вопрос конкретно, то именно здесь, вот именно здесь, вы скорее боитесь, что здесь у вас есть страх. То есть вы боитесь идти, например, куда-то. То есть для вас это, вероятно, как-то тяжело, для вас это, вероятно, как-то очень, может быть, трудоемко, для вас это, может быть, энергозатратно, вот. Такое бывает. Это, это случается. То есть именно в вашем примере, именно в вашем примере, речь идет о том, что вы боитесь, собственно, других людей. Ну, вы боитесь общества, вы боитесь взаимодействия, вот. То есть у вас, у вас нет проблемы именно в том, чтобы решение принять. Как я понял, вы хотите, если я правильно понял, вы хотите, например, пойти туда, куда, ну, куда вас приглашают. Вы хотите с кем-то поговорить, то есть, возможно, вы хотели бы этого. Вот. Но проблема страшна. И поскольку вы, как вы говорите, пытаетесь придумать обмазку, то здесь, как правило, происходит непринятие себя. То есть вы не можете взаимодействовать с другими людьми, да, вы не можете взаимодействовать с людьми, потому что вы не принимаете себя до конца. Вот. А таким, какой вот вы есть, собственно. Ну, вот. Ну и, соответственно, поэтому вы и боитесь взаимодействовать с людьми, потому что вы чувствуете себя с ними неуверенно. С людьми. Почему, почему вы чувствуете себя неуверенно с ними? Вот. Это уже вопрос. Вот. На самом деле это довольно серьезный вопрос. Почему вы неуверенно себя с ними чувствуете, с людьми, я имею ввиду, и как вы вообще взаимодействуете с ними, да, то есть, как вы ведете себя с ними. Вот. То есть тут нужно разбираться. Тут нужно разбираться, и совершенно очевидно, совершенно очевидно, что нужно работать с уверенностью в себе. То есть, ну, вычлените для начала, в чем именно, да, в чем именно вы в себе не уверены и по какой причине. Вот. А дальше уже можно будет смотреть в чем и как, и почему вы не уверены в себе. Вот. Значит, это вот такая история, такой момент. Именно если говорить о конкретном примере. Что же касается решений в целом, ну, вот, в целом, если говорить о решениях ваших, да, то здесь, я думаю, не все так однозначно. Вот. То есть мне думается, что проблемы в принятии решений, как правило, возникают тогда, когда человек, ну, с одной стороны, да, когда человек не уверен в себе, да, с одной стороны, с другой стороны, когда у него нет четкой системы приоритетов. То есть, человек, ну, не совсем правильно расставил, расставил приоритеты свои. Вот. То есть, когда нет готовых решений, скажем так, скажем так, да, вот. Вот. То есть, именно готовые решения, они отсутствуют. Вот. 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 И это, конечно, достаточно проблематично. Вот. То есть, достаточно проблематично для вас, для вас, снова и снова принимать решения какие-то. вот. Вот. А если нет готовых, на это уходит слишком много времени, слишком много сил, слишком много энергии. Вашей энергии. Вот. Вот. вот Вот. Поэтому, вот, в принципе, такая история, она, в общем и целом, аааа и происходит И тогда вам, получается, нужно просто-напросто вот эти вот свои решения, да, их вам нужно создать. Вот. То есть создать эти самые решения ваши, вот, чтобы вы их снова и снова не принимали. Ну, это может быть что угодно, да, это могут быть какие угодно решения, это могут быть определенные правила, вот это могут быть приоритеты, это могут быть, собственно говоря, и... ценности ваши могут быть, вот, ну, это могут быть вашими, это может быть вашими ценностями, вот. Тут самое главное все-таки данный аспект выделить, вот. Что интересно, да, бороться, именно бороться с проблемой этой не стоит, именно бороться, именно бороться, вот, с данной проблемой не стоит. Вот, потому что на борьбу уходит, опять же, слишком много сил, слишком много ресурсов, вот, и по итогу это ни к чему не приводит. Вот, поэтому мне думается, мне думается, что здесь лучше раскрыть, чего вы хотите. То есть, если вы, допустим, да, вот, если вы, допустим, значит, ну вот, как вы говорите, да, если вы, допустим, придумываете отмазки, да, что вы, там, заболели и так далее, вот. Если вы это делаете, то, соответственно, ну, скорее всего, у вас есть на это причины какие-то, вот. Вот, соответственно, именно эти причины вам и нужно разобрать, именно эти причины вам и нужно для себя рассмотреть. И уже после этого, да, вы сможете, собственно, увидеть, что вас, ну, грубо говоря, сдерживает. Вот. Что вам мешает, что вам не позволяет двигаться в ту сторону, да, вот, в какую вы, собственно, хотите. Вот так вот. А бороться, ну, бороться, как я уже сказал, это не вариант. Абсолютно. Потому что, ну, борьба, это, это лишь, только подавление, подавление, да, подавление своих желаний. Вот. Вот. Вот это, то, что можно вам сказать. Вот. У человека часто, часто возникает, ааа, сложности с принятием решений. Вот. Частень, частенько возникают, ааа, такие проблемы. Вот. И, да не то, чтобы это прям нормально, но это вполне решаемо. Главное, главное, смотрите, ааа, есть, вот, знаете, а есть, скажем так, ааа, есть, ммм, подозрительный факт. Давайте назовем это так. Есть подозрительный факт, что вы говорите, что, ааа, что вот у вас есть проблема. Да, у вас есть проблема с, ааа, с принятием решений. С одной стороны, вы говорите, что у вас есть такая проблема. Вот. С другой стороны, вы говорите, как это побороть. Что-то вы хотите побороть это. Вот. А побороть это значит подавить. Вот. Вот. Ну а значит, вы откуда-то у кого-то, да, этому научились. Вот. Что где-то у кого-то вы научились побороть. Вот. Вот. Вот это нужно выделить обязательно. Эту историю нужно обязательно выделить. у кого-то, у кого вы, у кого вы научились, ааа, побороть свои чувства и свои желания. Вот. Ну и определитесь с ценностями и приоритетами. Вот. Вот так. Ээээ дискомфорт тоже нужно проанализировать. Ааа, понимаете, аноним. А, дискомфорт это чувство. Это такое вот, ощущение, да, у вас. Эээ, соответственно, ощущение оно вам что-то говорит. Ну, вот, именно чувство, чувство, вам что-то пытается сказать. То есть, вот, ну, ваше чувство дискомфорта, да, оно о чем-то сигнализирует. Понимаете? Вот. И если, если, отнестись к этому серьезно, да, то есть, если увидеть, что стоит за этим чувством дискомфорта, то я полагаю, что можно будет увидеть и что вас беспокоит. И тогда уже можно будет с помощью психологических средств, да, что-то для вас сделать. Что-то дискомфорт, это тревога. Тревога, это означает, что вам, ну, нужно что-то менять. Вот. Что менять? Что менять? Что менять? И что именно нужно менять? Ну, это не всегда просто. Понятно. Вполне возможно, что вы людей выбираете не совсем правильных. не совсем тех людей вы выбираете, которые вам нужны для отношений, допустим. Вот. Возможно, вам нужно что-то менять. Вот. Возможно, возможно, вы, как-то вот, ну, например, совсем не хотите, да, идти туда, куда вас, допустим, зовут. Да? Которая имеет место быть. Возможно, если вы раскроете другие причины, да? Если вы скажете, ну, расскажете нам, еще примеры приведете. Проведете еще примеры, того, когда вы не уверены. Возможно, мы сможем дать более развернутую характеристику тому, что с вами происходит. Но пока, пока так. На этом все. Я надеюсь, что помог вам. Если у вас остались вопросы дополнительные, пишите в личку. Буду рад помочь. Если вам понравился мой ответ, буду благодарен, если сделаете его лучшим. Я желаю вам всего самого доброго и удачи. Спасибо. Спасибо. Субтитры сделал DimaTorzok